всем привет сегодня у меня такое международное интернациональное видео интернациональное потому что почти все заказы поедут в разные страны так но затягивать не буду с болтовней сразу хочу показать работ будет раз два три четыре пять шесть шесть работ и первые первыми пропустим самую маленькую это у нас ontario red 2 здесь был использован салатовый g10 рисунок reptilian немножечко модифицированный ну смотрится очень здорово клипсы пока ставить не стал почему-то заказчик не откликается на мои письма потом спишемся просто забыл в какое положение ставить клипсы вот это у нас номер один номер два этому же человеку ontario red one тоже g10 тоже салатовый тоже рисунчик reptilian и поедут эти ножи у нас не ножи а сами накладки ножей это мои пойдут эти накладочки у нас в грецию вот много ребят знакомых уже не стыдно сказать даже по всему миру заказывают вот мои работы что очень приятно буквально год назад и даже не мог мечтать об этом сейчас так получается что сейчас по видео поймите что очень большой разброс что куда у нас поедет так ну не буду отвлекаться эти ножи у нас едут в греции точнее ножи накладки еще раз повторяюсь это у нас раз два эти работы уже такие же были просто решил показать с этих такой получился так затем еще один g10 здесь работа у нас немножко необычная это spider эндуро 4 все кто знают как выглядит нормальная спайдерка хотел же взять сразу сейчас дело в том что заказчик попросил модифицировать рукоять заводская рукоять выглядит вот так то есть здесь есть выступ такой вот заказчик попросил сделать дополнительный чайл возле от самого лезвия то есть вот теперь этого нету но появился еще один чайл и просил сделать больстер с такой вот шагренькой чтобы более уверенно нож держать таким вот хватом то есть видимо человеку нужно это для выполнения каких-то мелких тонких работ так но остальное все без изменений материал g10 черно-синий смотрится офигенно здесь у нас простой энце рисунок так что еще здесь а ну лайнеры которые стоят внутри и оставил кончики на лайнерах я спилил также в закрытом положении этот нож смотрится достаточно так я считаю что органично кого появились такие две ямочки тоже очень хорошо смотрится сложно было поймать в этот момент чтобы он и здесь красиво был смотрелся и здесь чтобы все четко было максимально возможно я использовал вот эту вот изгиб и получился такой вот чайл кто-то скажет на фиг надо можно порезаться но раз человек попросил значит ему нужно и он прекрасно подразумевает то что вот пальцы будут очень близко к лезвию вот такой вот у нас нож эндуро спейсер спейсер это мой фетиш здесь вот такой рисунок сделан пожелание было клиента в принципе дизайн практически любой но чтобы было как бы что-то вот как джинсы под джинсы и цвет этот я думаю и спейсер ну все вот под джинсы прямо здорово очень хорошо смотрится эндурка с этим вот и g10 черный синим просто отлично так это у нас номер три потом так что же еще пока термина будет три карбонов так нам будет опять антарио ритуан здесь у нас карбончик карбон последнее время я что-то просто карбон не интересно поэтому я добавляю еще такие вот есть тоненький g10 и делаю как лайнеры все эти работы я уже фотографии отправлял заказчикам все остались очень довольны и сейчас благодаря видео как бы люди еще раз смогут увидеть то что получилось прежде чем отправить нож заказчику карбон вообще как сейчас это модное слово amazing очень здорово смотрится просто фантастично вот так вот в таком ракурсе вообще классно переливается полные 3d будем использовать модные слова и плюс вот эта вот рыженькая окантовочка выдает такой немножко огонек и такой шарф что еще более эффектно выделяет карбон так это у нас номер четыре номер пять номер пять спайдерка эндуро четвертая она забыл сказать да то есть вот эти два ножа у нас по россии отправляются вот этот нож у нас едет в германию очень хороший человек и заказал приятно было общаться и не было будет приятно общаться как бы человек попросил просто сделать карбон черный но полет фантазии то есть мне был оставлен опять же повторюсь просто карбон интересно я решил добавить желтый и желтые лайнеры и еще вот красненький спейсер почему потому что этот эта работа вот эти накладочки они поедут в германию и как бы я вот решил вот эти вот цвета флаг германии то есть использовать сначала я об этом вообще не думал просто поставил желтые лайнеры потом думал поставлю сюда карбоновый спейсер или просто черный потом я вспомнил что заказчик живет в германии и решил использовать цвета флага триколор но не как обычно на плашках out в таком вот варианте арбон как обычно рулит очень здорово получилось очень интересно потом я снял не небольшую фаску а вот до самого желтого лайнера я как бы снял такие большие глубокие фаски они же и являются под пальцевыми выемочками такие очень вроде как бы и плоский нож получился скорее всего он будет очень хорошо на карман садится но и с другой стороны очень хорошо приятно держать ничто нигде не наминает при работе я тоже думаю что не будет сильно мешать и так вот такая вот форма как видите все четко фасочка ровная по всей длине вот это у нас это у нас в германию появится работа но что мой повторюсь пойдут только накладочки вот это у нас нами я тоже получается ну и напоследок оставил такой вкусняшу только что его буквально закончил минут 15 назад этот нож у нас поедет в израиль долго не мог найти решение по этому ножу человек просил во первых здесь использован карбон lighting strike удар молнии причем с бронзовой нитью как видите вот он переливается сейчас попробую нить поймать эти вот видно хорошо но была просьба сделать салатовый g10 и как что-то вроде больстера там и так далее так далее это уже второй комплект материала потому что 1 я испортил сделал немножко не то что хотел в итоге пришлось ждать такой карбончик еще пока появится и сделал я не больстер а вот такой вот рисуночек это я выбрал пазы на станке с чипу и вставил вырезанные тоже на станке вот эти вот вклеил такие как бы не знаю даже назвать волны зубья но смотрится очень прикольно на мой взгляд очень интересно на спинке такие как бы точечки яркие на брюшке такие даже полосочки потом здесь здесь использована кастомные клипсы эти клипсы продаются на американском сайте и исаак найфмейкер это клипса титановая приходит она в абсолютно простом виде то есть вот в таком вот отверстие кстати подходит идеально на парамельку и теперь благодаря этой клипсе здесь есть максимально глубокая посадочка я естественно не оставил как есть так фокус 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 вот я алмазной шарошкой сделал обработку мне показалось что это прикольно надеюсь заказчику это тоже понравится по краям и такие насечки нанес и потом сделал термообработку титана и теперь он такой имеет золотистый цвет также все винтики темлячная втулка вот эти вот проставочки банки тоже все сделал термообработку сейчас я не знаю видно будет не видно но не тоже такого золотистого цвета все как бы в тему вот к этим вот нитям плюс оранжевый потому что вот ну салатовый здесь ну никак здесь он не видел я его здесь и получился такой прикольный нож вот так сейчас мы отъедем немного побольше снимаем на своем рабочем столе не на лайтбуксе такая вот веселая компания то есть вот еще раз покажу видите да наглядно то есть вот заводская рукоятка это вот переделана так все вы можете по очереди дура дура парамелька крыска еще одна крыса маленький крысик вот такие вот работы жду ваших комментариев спасибо за внимание до новых встреч пока